В Конституции Российской Федерации пропишут недопустимость фальсификации исторических событий. Конкретнее речь пойдет о защите Отечества. И в этом нам поможет разобраться Александр Шевцов, историк. Доброе утро. Доброе утро. Александр Александрович, вполне уместно, конечно, в современных реалиях сделать такую поправку, но все-таки хотелось бы узнать, что это будет значить в рамках нашей Конституции и правового поля Российской Федерации. То, что искажение истории недопустимо, об этом говорили еще многие русские философы. Например, Иван Александрович Ильин, который предупреждал о том, что нельзя допустить денационализации народа, то есть потери национального самосознания. А это и есть, в общем-то, наша историческая память, это есть правда о тех событиях, которые имели место быть. Мы этими событиями должны гордиться. Какие бы мы, они не были. Об этом и Александр Сергеевич Пушкин говорил. Я благодарю Бога за ту историю, которая мне дана. И другой бы не хотел. Александр Александрович, и давайте здесь узнаем все-таки, уточним у вас, что же эта самая поправка будет означать в рамках мировой политической арены. Ну, она будет означать то, что тот авторитет, который мы завоевали, он будет сохранен. И это будет гарантировано юридически. Теми поправками, теми нормами, которые внесены в нашу Конституцию. Хотелось бы уточнить, как по-вашему, насколько это важно в рамках мировой политики? Ну, важно, действительно, чтобы была сохранена правда. Чтобы не было возможности фальсифицировать и на основе фальсификации манипулировать сознанием. Сегодня не секрет, что если мы искажаем правду, то можно людей направить по ложному пути. Отказаться от тех ценностей, которые реальны, которые действительно стоят того, чтобы их отстаивать. Мы можем, в общем-то, обольститься теми благами, которые благами-то и не являются. Поэтому, когда мы говорим, мы победители в Великой Отечественной войне. Это правда. И эту правду мы должны отстаивать любой ценой. Александр Александрович, а скажите, вот вы как историк сталкивались в своей практике с такой фальсификацией исторических моментов? Как часто и где? Вы знаете, ведь дело в том, что с позиции сегодняшнего дня, с сегодняшних ощущений судить о прошлом достаточно легко. Я бы сказал, безответственно иногда. Есть люди, которые утверждают, предположим, Жуков Георгий Константинович завалил трупами поля сражения. Есть цифры, которые говорят, что как раз потери у Жукова, как командующего фронтом, как полководца меньше, чем, предположим, у Конева. У Конева там по ряду показателей были, скажем, 14% потери, а у Жукова 12,5%, меньше намного. Когда мы это знаем, то мы к Жукову проникаемся определенным уважением. А когда принимаем вот такую огульную ложь просто, в общем-то Жуков действительно в его авторитет как-то падает. Мы перестаем уважать его и уважать свою историю. Вот поэтому приходилось сталкивать, все равно у молодежи. Потому что читают или слушают, но не читают монографии серьезных, не читают каких-то первоисточников. А вот кто-то сказал. Это кто-то сказал, но в общем-то есть фальсификация. Полностью согласна. Сейчас у молодежи на самом деле очень поверхностные знания. И достаточно зайти в интернет для того, чтобы узнать 2-3 строчки о каком-то событии, происшествии или о человеке. А в целом, вглубь, да, никто не хочет. Радует только одно, что слава богу, что не у всех молодых людей вот такие ошибки бывают. Что есть значительная часть людей, которые все-таки ищут истину и готовы ее отстаивать. Ну и здесь надо уточнить, поставить ударение, что искать эту самую истину гораздо проще, когда правда одна, когда она незыблема, когда не вызывает сомнений. Да, когда она каким-то образом в сознании закреплена. А еще лучше, если она будет закреплена юридически. И к чему мы сейчас и идем. Александр Александрович, огромное вам спасибо, что это утро встречаете в нашей компании. Но нашим телезрителям хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был Александр Шевцов, историк, член Государственного президиума Российской Федерации.